Мечта миллионов болельщиков осуществится совсем скоро. С 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира по футболу. Ирина Борисова, хоть и не является ярой поклонницей этого вида спорта, все же не смогла пройти мимо такого события и решила посетить несколько матчей. Я только с этой целью еду туда, чтобы приобщиться к этому действительно яркому, интересному событию для нашей страны, зрелищному. Хотелось бы наконец-то побывать на стадионе, почувствовать этот драйв, эту энергию, поболеть, покричать. В отличие от Ирины, ее коллега Сергей Чедакин является знатоком футбола. Он болеет за московские команды и сборную России. Я еду на три матча в три города. У меня Сербия, Кост-Рик, это Самара. Потом мы вместе едем с ребятами в Саранск, Панамо, Тунис. А затем также мы с ним едем в Казань. Будет 1-8. Пока неизвестно, кто будет. Ну, неизвестно, кто будет, но, скорее всего, это будет зрелищный матч. И Сергей, и Ирина уже оформили паспорт болельщика. Он автоматически вручается тем, кто покупает билеты на матчи. На паспортная фотография, ваши паспортные данные, фамилия, имя, все на латинице, со штрих-кодом. Он дает право передвигаться до города, где собирается проходить матч, бесплатно на поезде. То есть пользоваться внутри, насколько я знаю, транспортом также бесплатно. А для тех, кто приезжает к нам из других стран, это фактически виза. Рязань, как и вся страна, готовится к чемпионату мира по футболу. По некоторым данным, Россию планируют посетить порядка одного миллиона человек. Наш город выгодно расположен рядом со столицей и сообщается со многими городами, где будут проходить матчи. А значит, гостей ожидается много. На сегодняшний день в городе работают 70 гостиниц и отелей, в которых смогут разместиться более 4,5 тысяч туристов. На время проведения чемпионата мира по футболу отдельные гостиницы готовят специальные предложения. Для тех, у кого будет паспорт болельщика, будут действовать скидки. И скидки эти очень значительные. В принципе, наш город очень интересен для болельщиков, для туристов, для тех, кто не может себе позволить проживание в столице. Можно проживать у нас где-то порядка трех тысяч в сутки. Это будут отличные номера с комфортным проживанием. Рестораны тоже ждут главное спортивное событие года и готовят свои сюрпризы. Например, рязанский обед с футбольной символикой. Ждет гостей и горожан целая культурная программа, подготовленная специально для этих дней. Начнется все с самого главного мероприятия, которое пройдет у нас 12 июня. В этот день весь город у нас, весь центр города превратится в спортивную улицу. Значит, на этой улице будут выставлены и специальные батуты, развлечения, концерты. Будет проходить баскетбольный турнир «Железка». Для туристов разработаны специальные карты и маршруты, которые помогут сориентироваться в городе. А на железнодорожных и автовокзалах в скором времени появятся специальные баннеры и плакаты о Рязани. Мария Рудая, Ирина Ковалева, Олег Парамзин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!